дорогие друзья я приветствую вас из солнечной испании благодарю за интерес к моему каналу отдельное спасибо за лайки и комментарии и особое спасибо моим постоянным зрителям за поддержку спасибо друзья сегодня речь пойдет об украинских беженцах пройдемся от финляндии до испании более 4 миллионов украинских беженцев ждут решения о своем будущем в странах ес надежда на возвращение жива но по мере того как война затягивается желающих вернуться на украину становится все меньше и меньше многие украинцы хотят навсегда остаться в ес страны ес сейчас рассматривают как интегрировать тех кто хочет остаться финляндия тоже должна быть готова к тому что значительное число украинцев останется в финляндии после окончания войны по состоянию на конец сентября 2024 года статус временной защиты в ес имела 4,2 миллиона украинцев 46 тысяч украинцев имеют временную защиту в финляндии всего украинцы подали в финляндии около 75 тысяч заявлений о временной защите в финляндии из них 29 тысяч уехали в другие страны ес и либо вернулись на украину временная защита в ес действует до 4 марта 2026 года и в рамках действующей директивы больше продлеваться не будет поэтому страны ес решают сейчас как быть дальше специалисты считают что нужна общая европейская стратегия выхода из временной защиты нужно предложить соответствующие механизмы возвращения на родину для тех кто захочет вернуться на украину но не все захотят возвращаться на украину даже если ситуации с безопасностью в стране стабилизируются например в финляндии желание вернуться на украину уменьшилась по мере затягивания войны по данным опроса проведенного по заказу министерства внутренних дел финляндии только 12 процентов украинцев намерены вернуться на украину после стабилизации ситуации с безопасностью а 51 процентов опрошенных заявил что хотят остаться в финляндии навсегда по данным опроса 90 процентов респондентов удовлетворены своей жизнью в финляндии украинцам нравится стабильность общества привлекательное будущее для детей а также возможности образования и трудоустройства поскольку украинцев на территории становится все больше страну есть приходится думать как наиболее эффективно их поддержать согласно новому исследованию европейской миграционной сети и мн украинцы получившие временную защиту испытывают трудности с жильем работой и учебой в берлине например около пяти тысяч беженцев в основном украинцев живут в бывшем аэропорту тегель в 40 модульных постройках разместились около пяти тысяч беженцев большинство выходцы из украины изначально целью этого центра было принимать бежавших от войны украинцев но лишь на короткое время однако квартир в берлине становилось все меньше а нахождение в тегеле затягивалась некоторые живут здесь уже почти два года в берлине нет свободного жилья для расселения беженцев юта со стомойным специальный эксперт европейской миграционной сети говорит что одна из главных проблем это несоответствие профессиональных навыков украинцев европейским требованиям в некоторых странах есть более 60 процентов прибывших в страну украинцев имеют высшее образование поэтому среднем уровень образования у украинцев достаточно высок однако зачастую предлагаемая работа в принимающих странах не соответствует уровне образования и предыдущему опыту украинских беженцев в финляндии пытаются помочь украинцам устроиться на работу через сотрудничество бюро по трудоустройству с работодателями устраивать различные языковые курсы интеграционные курсы в программе правительство финляндии по оказанию помощи украинским беженцам говорится также об ускорении процесса признания украинских дипломов неопределенность будущего вызывает беспокойство у украинцев и отражается на их желании интегрироваться согласно отчету опубликованному у вкб оон в феврале 2024 года почти четверть украинских беженцев не смогла сказать хотят или могут ли они вернуться на родину в ближайшее время а 11 процентов полагает что надежды на возвращение домой нет хочу заметить по поводу временной защиты иногда слышны возмущенные голоса отчего вдруг украинским беженцам дали такие привилегии по сравнению с другими беженцами так вот директивы и с о временной защите была принята еще в 2001 году после большого наплыва беженцев с балкан в частности из-за конфликтов в косово и босния-герцеговине временная защита это механизм ес который активируется в исключительных обстоятельствах массового притока людей так что это не специально под украинцев разработан статус просто эта директива о временной защите была впервые применена в 2022 году в связи с войной на украине перенесемся в испании там в мае этого года полиция при содействии европола накрыла бордель по-испански пути клуб и арестовала пятерых граждан за сексуальную эксплуатацию украинских беженок из этих пятерых граждан один был гражданин испании два гражданина украины и два гражданина россии преступный интернационал с 2020 года они вербовали через соцсети своих жертв представляясь менеджерами кадровых агентств и и предлагая работу в индустрии развлечений и туризма подозреваемые заманивали украинских жертв обещаниями организовать для них статус беженок финансовую поддержку и работу по прибытии в испанию женщины подавали заявление на временную защиту из-за войны на украине по статусу временной защиты они получали вид на жительство и разрешение на работу молодых женщин преступники обещали устроить на легальную работу но обманули отправили проституировать без каких-либо трудовых договоров местом работы был секс-клуб в городе эль эхидо в испании в основном там эксплуатировались украинки но были и белорусские преступная группировка получала огромные барыши от своего незаконного бизнеса жертв поселили в трех домах и как я поняла связь с внешним миром у них была ограничена 14 жертв были идентифицированы и получили свободу даже больше как и жертвам торговли людьми им дадут постоянный вид на жительство в испании окажут всестороннюю поддержку от денежных пособий и адвокатов до психологов и соцработников этот эль эхидо какое-то особенное место в феврале там уже был разогнан другой бордель пара содержала бордель где по сообщениям прессе они заставляли женщин находящихся в особой уязвимости заниматься проституцией в бесчеловечных условиях сутенер кубинец вербовал жертв и выдавал себя за шамана обещая жертвам эзотерические наказания за непослушание а также их семьям его жена и или подруга заведовала борделем и по камерам наблюдения следила за жертвами там было 13 женщин и конечно они все были иностранки посмотрела что это за такой развеселый город население 90 тысяч человек из них почти треть иностранцы из которых 64 процента марокканцы женщин в городе на 5000 меньше чем мужчин из-за обилия теплиц до овощи в испании выращиваются в теплицах если кто не знал регион называют пластиковым морем так он выглядит из космоса наверное после тяжелой работы в теплицах мужчину хочется женского внимания ну а на этом дорогие друзья я с вами прощаюсь благодарю за внимание и до новых встреч всем пока а 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 и а а Продолжение следует...